Пятая раса. Мун успел немного поиграть еще в StarCraft Brood War, но по-настоящему ему зашла конечно же именно Warcraft 3. При этом кореец какое-то время играл за рандом, но в итоге остановился именно на ночных эльфов, так как ему понравилось то стратегическое разнообразие, которая предлагает эта раса. Выйти на топовый уровень у Муна получилось далеко не сразу и в одном из своих интервью он даже рассказывал о том, что его родители были против карьеры прогеймера, ведь он долгое время не мог добиться каких-то результатов. Тем не менее, несмотря на все трудности и невзгоды у Муна получилось. Получилось стать одним из самых успешных и любимых игроков в истории Warcraft 3 и едва ли это стало возможно только благодаря выдающимся турнирным результатам. Мун безусловно выиграл множество самых разных ивентов, но сердца болельщиков по всему миру он завоевал не только за счет добытых трофеев, но и за счет стратегических инноваций, нестандартного видения игры, а также благодаря умению творить в Warcraft самые настоящие чудеса. Именно за это он и получил прозвище «Пятая раса». Рождение легенды Мун является одним из немногих игроков, которым удалось в своей карьере пройтись по королевской дороге. Так говорят про тех прогеймеров, которые впервые, появившись на каком-либо турнире, с первой же попытки его выигрывают. Для Муна дебютным турниром стал второй сезон корейской лиги MBC Санаконг Прайм Лиг, который проходил в 2003 году и который Мун сходу выиграл, победив в финале другую будущую легенду корейской сцены Андеда Свита. В следующем сезоне лиги Мун занял второе место, проиграв одному из сильнейших корейских хуменов в истории Свейну. Уже на следующий год Луналикий, так нашего героя прозвали за его никнейм и весьма необычную внешность, мог оказаться в составе такой легендарной команды, как Four Kings. Короли тогда хотели взять к себе и Муна и довольно сильного корейского хумена Рейнбоу. Вот только оба эти игрока уже были на контракте в профессиональных корейских организациях, а поэтому 4K смогли подписать только корейского Андеда Фова. А еще, именно в 2004 году начался сюжет под названием «Мун и World Cyber Games». Сюжет, который продлится очень много лет. World Cyber Games были турниром, организованным по образу и подобию настоящей Олимпиады. Это был один из престижнейших, если не самым престижным, киберспортивный турнир тех времен. Там собирались игроки и команды со всего мира, и победа на World Cyber Games была заветной мечтой любого киберспортсмена. ВЦГ по Варкрафту проводились с 2003 года. Мун же впервые поехал на этот турнир в 2004 году. Уже тогда этот эльфийский фантазиста был главным претендентом на победу. Он доминировал в Корее, многие болельщики считали его сильнейшим игроком мира и прочили ему чемпионство. Однако прогнозам не суждено было сбыться. Уже в RO 16 турнира Мун проиграл другому корейцу орку Заккарду. Вдвойне неожиданным такой результат был потому, что Мун считался практически непобедимым в матчапе против орков на корейских лигах, он им не проигрывал в принципе. Заккарт конечно играл невероятно хорошо, но Мун уже тогда был чем-то вроде бога и тем не менее потерпел поражение. Если бы не провал на ВЦГ, то Мун одноверное можно было бы однозначно назвать самым сильным варкрафтером того времени, но вместо звания безоговорочного топ-1 мира Мун получил двух достойных соперников. Во-первых Заккарт, который противостоял Муну в Корее. Во-вторых нидерландский игрок за орков Грабби, который как раз и стал чемпионом ВЦГ 2004 и которого эта победа подняла до статуса одной из главных звезд этой игры. Обидное поражение на ВЦГ не повредило морали Муна и в 2005 году он начал уже по-настоящему зажигать. В период с февраля по август он выиграл пять турниров премьер уровня. Это корейско-китайский турнир China Korea Cyber Games, два сезона лиги MBC, а также два турнира World Esports Games, в которых принимало участие множество иностранных игроков. Кстати, как раз в те полгода Мун оказался косвенно замешан в скандале с игровыми картами, который произошел во время пятого сезона лиги MBC Prime. Один из админов турнира решил, что орки это слишком слабая раса. Поэтому данный товарищ немного модифицировал турнирные карты, сделав орков сильнее и понерфив эльфов. Строго говоря, докопался до истины в данном случае корейский орк Dayfly, но именно Мун во время просмотра игр обратил внимание на то, что какие-то эти ваши орки имба и никак не умирают. Началось расследование. Виновного нашли и наказали, игрокам принесли извинения, но вся эта ситуация серьезно навредила Варкрафту в Южной Корее. Профессиональные команды стали закрывать свои составы, в результате чего многие корейские прогеймеры в будущем перебрались в иностранные организации. Если говорить о чемпионских турнирах, то здесь в первую очередь нужно отметить первый ивент из серии World Esports Games. Именно на нем звезда Муна засияла с новой силой. Луналики, конечно, уже давно доминировал в Корее, но вот на глобальных турнирах его видели не так часто. Из подобных ивентов в его карьере ранее были только WCG 2004, на которых он, как вы помните, выступил не очень удачно. Теперь Мун получил новый шанс показать всему миру, чего он стоит. На World Esports Games были приглашены лучшие игроки Кореи, Китая, Европы и Америки. А болельщики проявляли к ивенту просто таки огромный интерес. И Мун представившуюся возможность использовал сполна. Именно на самом первом World Esports Games произошел по-настоящему легендарный эпизод с участием Муна. В рамках групповой стадии Луналики должен был сыграть против Тодда. Француз тогда тренировался в Корее и успел многих подзадолбать на Калимдоре, так, если помните, назывался азиатский сервер Battle.net. Тодд постоянно ныл на Энбу и онмайнерил в играх, часто жаловался на организацию турниров. И Мун решил его немного проучить. В результате зрители увидели эпичную игру, в которой Мун взял темную охотницу, с помощью ультимейта увел у Хумана его рабочего, после чего сам построил Хумановскую базу и нанял себе Хумановских героев. Эта игра – один из самых известных матчей в истории Warcraft 3 и отличная демонстрация того, какая пропасть тогда была между Муном и одним из лучших европейских Хуманов. Мун на том турнире также одержал победы над европейскими легендами Мэтт Фрогом и Химаном, одолел лучшего игрока Америки шорт-раунда и будущего чемпиона ВЦГ китайца Sky. В полуфинале турнира пятая раса просто-напросто не заметил другого китайского игрока Мэджик Янга безоговорочный и безальтернативный 3-0. Про финал турнира стоит поговорить отдельно. Там Мун играл против Закарда, который в прошлом году выбил его из сетки ВЦГ. Но теперь у эльфа появилось новое мощное оружие против орков – стратегия в масс-таллонов, они же друиды-вороны. Строго говоря, автором этой стратегии считается китайский игрок Мэджик Янг, но всю ее имбовость и разрушительную силу показал именно Мун. Впоследствии Масталлоны на долгие годы стали стандартом игры для матча по эльф против орка, причем стандартом, по мнению многих, очень имбалансным. И на Волт и Спортсгеймс они помогли Муну вернуть должок. Он уничтожил Закарда со счетом 3-0, не дав тому никаких шансов на победу. Вообще, Мун всегда был очень креативным игроком, который не стеснялся экспериментировать с игровой метой. За это он, собственно, и получил свое прозвище «Пятая раса». И Масталлоны против орка – это далеко не единственный вклад Луналикова в стратегическую составляющую Warcraft 3. Позже он показал, что побеждать игроков за Орду можно не только талонами, но и мишкадриадами. Мун здорово оптимизировал начальные стадии игры за эльфа, придумав криппинг с бараком, а также показал, как выжимать максимум из эльфийских юнитов и героев, используя «дирижабель». А еще он неоднократно демонстрировал чудеса. В уже проигранных, казалось бы, играх Мун ставил на карте один новый экспант за другим, навязывал сопернику размен базами, использовал технику партизанской войны и в итоге каким-то чудом побеждал. Турнир World eSports Games сделал из Муна звезду по-настоящему глобального масштаба. И Луналикий успешно утвердился в этом статусе, всего несколько месяцев спустя выиграв один турнир World eSports Games. На этот раз со счетом в финале 3-2 обыграл корейского андеда Го Стопа. Но вот во второй половине 2005 года в игре пятой расы произошел спад. На третьем турнире серии World eSports Games он даже не вышел из группы, пропустив вперед двух андедов перспективного Люцифера и уже упоминавшегося Го Стопа. Тем не менее, можно смело сказать, на момент окончания 2005 года Мун уже стал настоящей легендой Warcraft 3. Он доминировал на корейской сцене, он часто выигрывал крупные международные турниры, он задавал мету и поражал всех своим микроконтролем. Многие игроки, которые приходили в Warcraft, начинали играть за эльфов, вдохновившись именно Муном. А случись вам спросить кого-нибудь, кто был сильнейшим варкрафтером в мире, многие в первую очередь вспоминали бы именно этого эльфийского гения. Покорение командной сцены В начале 2006 года Мун присоединился к команде Meet Your Matters. И пусть он какое-то время не выигрывал каких-то индивидуальных крупных турниров, но все-таки постоянно был на виду. Участвуя в матчах своей команды на крупнейших командных лигах ВЦ3Л и НГЛ. В том году Meet Your Matters стали чемпионами обоих этих соревнований. В июне они обыграли 4 Kings в финале ВЦ3Л, а в августе нанесли поражение SK Gaming в финале НГЛ. Пришествие Муна в командный Warcraft само по себе было знаковым событием. Во-первых, он был одним из самых популярных игроков в мире, и само его присутствие на лигах вроде ВЦ3Л и НГЛ здорово поднимало интерес к этим ивентам. Во-вторых, подписание Муна здорово прибавило популярности команде Meet Your Matters, которая тогда вкачивала просто огромные деньги в киберспорт и могла позволить выплачивать своим топовым игрокам очень серьезные зарплаты. Так, зарплата Муна в начале 2007 года составляла 10 тысяч долларов в месяц. Далеко не на всех турнирах за победу давали такие деньги. Мун провыступал за Meet Your Matters до февраля 2009 года. За время его пребывания в команде Мим три раза становились чемпионами лиги Warcraft 3 Champions League и еще три раза выигрывали лигу НГЛ-1. Ну а Луналики впоследствии продолжил карьеру в корейской команде We Made Fox, где помимо него выступали корейские игроки Лин, Сокер и Роджин Вук. Там у Муна был контракт на 470 тысяч долларов за три года, просто сумасшедшие для Варкрафта деньги. Немного портит картину только тот факт, что команда закрылась раньше, чем истек срок соглашения с игроком. Но пару лет We Made Fox все-таки просуществовала, так что Мун успел неплохо подзаработать. И конечно же еще разок выиграть Warcraft 3 Champions League. Борьба за мировое господство. По части индивидуальных турниров Мун в 2006 году выигрывал не так много, но все-таки смог закончить год на мажорной ноте, завоевав в декабре трофей International Electronic Sports Tournament. В финале был повержен не кто-нибудь, а сам Скай. Возможно, сильнейший игрок за Хуменов в истории, еще одна варкрафтерская легенда, и на тот момент уже двухкратный чемпион World Cyber Games. Скай, как и Грабби, стал одним из принципиальных соперников Муна в борьбе за звание лучшего варкрафтера мира. Все трое показывали невероятный уровень игры. Все трое пользовались безумной популярностью, и у каждого хватало заслуг для того, чтобы называться лучшим из лучших. И пусть Мун в целом выигрывал больше, чем и нидерландский орк, и китайский Хумен, но у обоих его конкурентов была карта, которую Муну нечем было крыть. Они были чемпионами ВЦГ. Тогда как корейцу об этом титуле оставалось только мечтать. К тому же с Грабби Мун на крупных турнирах вообще не пересекался, в результате чего их соперничество носило заочный характер. Немало копий было сломано в форумных обсуждениях того, кто из двоих сильнее, у кого круче достижения и чья раса имба, а кто тащит на истинном скилле. Если 2006 год получился для Муна довольно скромным на индивидуальные достижения, то в 2007 году Луналитий разрывал и уничтожал. Он выиграл три турнира World War, за победу в каждом из которых получил 10 тысяч долларов, а также финальный турнир этой серии под названием World War Grand Prix с размером приза в 20 тысяч за первое место. В финалах этих турниров Мун обыгрывал своих принципиальных соперников Грабби и Ская, ну и еще пару раз под раздачу попал Лин, который тогда стремительно набирал силу и готов был сменить Закарда на посту топ-1 Орка Кореи. Но даже три чемпионских титула на World War, это по деньгам меньше, чем победа на российском турнире GameX. Многие из вас наверняка помнят этот ивент, ведь это было невероятно крутое событие. В марте 2007 года Мун вместе с кое-какими другими корейцами приехал в Москву. GameX был ивентом беспрецедентных масштабов. Суммарный призовой фонд турнира составлял полтора миллиона рублей, что в пересчете по тогдашнему курсу равнялось 57 тысячам долларов. Вот ведь были времена, да? Но никто, как известно, уже не вернется в 2007 год. Именно на GameX состоялся матч, который так ждали все отечественные поклонники Варкрафта. В полуфинале турнира Мун сыграл против главной надежды СНГшного ВЦ-3 и одного из лучших российских Варкрафтеров всех времен Андрея Соболева, известного также как Дедман. Победа осталась за корейцем, который затем в финале одолел ФОВА со счетом 3-2 и забрал сумасшедший приз в размере 38 тысяч долларов. А еще в 2007 году Мун впервые занял призовое место на World Cyber Games. Как бы парадоксально это не звучало, но в предыдущие два года Мун, будучи одним из сильнейших игроков мира, даже не мог пройти корейские квалификации на этот турнир, и каждое его поражение в отборочных становилось шоком. Но в 2007 году пятая раса вернулась на мировые кибер-игры. От легендарного корейца вновь ждали победы, потому что как можно было не ждать победы от игрока, который ранее в том же году только на трех турнирах выиграл порядка 90 тысяч долларов. Но Мун вновь разочаровал. Он занял третье место, проиграв в полуфинале Sky. Да, бронза это тоже хорошо, но ведь все мы понимаем, что в случае с Муном бронза ВЦГ это... Ну, сами понимаете, это совершенно не то. Сказать по правде, конкуренция в Warcraft в 2007 году все-таки была просто невероятно высокой. Мун был одним из сильнейших игроков мира, проводил феноменальный сезон, но даже он выигрывал не все и не всегда. За звание лучшего варкрафтера планеты с ними конкурировали Грабби и Скай, но и без них находились игроки, которые могли бросить вызов пятой расе. В финале командной лиги НГЛ, где Мить Йо Мейкерс играли против корейского состава World Elite, Мун дважды проиграл Римайнду, корейскому эльфу с феноменально крутым мирером и отличным матчапом против хуманов. Римайнд также обыграл Муна в финале очередного турнира World E-Sports Games, причем ранее он выбил из сетки Грабби. В полуфинале Blizzard World Wide International наш герой со счетом 0-2 отлетел от Тодда. Помимо этого, Мун не смог пройти корейские отборочные на один из крупнейших турниров E-Sports World Cup, ибо в четвертьфинале проиграл перспективному корейскому эльфу Соджу, который затем и выиграл этот турнир. На BlizzCon 2007 он уступил другому корейскому эльфу Шай. Но нужно понимать вот что. В 2007 году Мун выиграл 10 турниров наивысшего уровня и еще на 7 таких турнирах занял второе место. Он не выигрывал абсолютно все, но он выигрывал как никогда много. В плане общей стабильности и результативности с ним не могли соперничать ни Грамби, ни Скай, ни Римайнд, ни Лин. Никто бы то ни было другой. Возьми Мун тогда World Cyber Games, и можно было бы смело называть его лучшим в мире. Но, увы, киберспортивная Олимпиада по-прежнему оставалась непокоренной. Закат Warcraft 3 В 2008 году Мун выиграл еще несколько крупных турниров. Но этот год в целом очень хороший, по количеству призовых и по количеству трофеев был весьма далек от невероятного 2007-го. Была разгромная победа над Скайем во втором сезоне Лиги ПГЛ, были новые чемпионские титулы на командных лигах ВЦ3Л и НГЛ, было чемпионство Blizzard Worldwide Inventationals 2-1 против Лина в финале, были победы на eSports World Cup в Париже и International eSports Festival в Ухане, и там и там в решающем матче вновь был нещадно бит Скай. На World Cyber Games Луналики впервые вышел в финал, но проиграл там своему давнему сопернику Грабби 1-2. Стоит отметить, что на тот момент Грабби и Мун уже выступали за одну команду, так как 4Kings закрылась и нидерландский орк стал представлять Meet Your Makers. Мун в 2008 году получил такие награды, как Киберспортсмен года, Лучший игрок Warcraft 3 и Лучший корейский киберспортсмен года. Даже немного странно, что годом ранее лучшим варкрафтером был признан не Мун, а Грабби. Потому что, напомним, 2007 год для величайшего эльфа всех времен был феноменальным. А вот уже 2009 год стал для Муна неудачным, так как он впервые за долгое время не выиграл ни одного крупного индивидуального турнира. Было несколько финишей с третьим или четвертым местом, ближе к концу года получилось взять серебро на Intel Extreme Masters в Ченду и World eSports Masters, но победа на ВЦГ так и оставалась недостижимой мечтой. На этот раз Мун пал в четвертьфинале от рук инфи. А Warcraft? Warcraft, как многим тогда казалось, потихоньку приближался к своей смерти. Blizzard доделывали новую и революционную StarCraft 2, и многие прогеймеры начинали уже посматривать в сторону этой РТС. Ведь она должна была стать новым витком в истории жанра, а также дать новый шанс тем, у кого не получилось добиться желаемых результатов в Warcraft. При всем при этом, конкуренция в ВЦ3 и не думала ослабевать. Когда-то грозный за карт остался в прошлом, но ему на смену пришли другие азиатские игроки, Лин и Флай. Китайская сцена породила новых хуманов чемпионского уровня, инфи и ТХО. Европа тоже могла похвастаться новыми звездами, такими как Люцифрон и Хэппи. Никуда не делись Грабби и Скай, по-прежнему хорош был Ремайнд. В 2010 году Мун пополнил свою коллекцию еще несколькими трофеями. Во-первых, в составе корейской команды WeMateFox, в которой помимо него играли Лин и Сокер, Мун выиграл последний 16 сезон главной командной лиги Warcraft 3 Champions League. За первое место команда получила всего-то полторы тысячи долларов, но здесь дело не в деньгах, а в престижности самого турнира и его истории. Хотя и скромные призовые, и тот факт, что для выступления на лиге было достаточно всего трех игроков, свидетельствуют о том, что Warcraft переживал далеко не лучшие свои времена. Также Мун забрал один сезон индивидуальной лиги NGL1 и в очередной раз выиграл престижнейший World Esports Games. И там, и там в финале был повержен Грабби. Плюс целая россыпь серебряных медалей на различных ивентах, среди которых в том числе азиатские финалы BlizzCon и Esports World Cup. В целом, как будто бы и неплохо. Вот только новый поход за золотом World Cyber Games снова обернулся провалом. Мун, чего с ним не случалось уже довольно давно, снова не прошел корейскую квалификацию, проиграв в четвертьфинале в фокусу. Но давайте чуть-чуть отойдем от киберспорта и поговорим о вещах более романтичных. Ведь в 2010 году наш Мун женился. Он встретил девушку и они друг друга полюбили. Чан-Джи Хо сделал свои возлюбленные предложения и она согласилась. По словам Муна, он всегда хотел в жизни стабильности, поэтому тянуть с женитьбой не стал. Пятая раса из Warcraft 3. Еще один зерк в StarCraft 2. 2010 год стал крайне важным годом в истории жанра RTS, потому что именно в этом году состоялся релиз StarCraft 2. Игра была дико популярна во всем мире и, конечно же, Южная Корея здесь не была исключением. Именно Корея стала домом для крупнейшей старкрафтерской лиги Global StarCraft 2 League, которая предлагала огромные призовые и сыграть на которой стремились десятки, если не сотни игроков. Мун, как и многие другие варкрафтеры, оказался перед выбором. Остаться верным варкрафту или попробовать добиться успехов в новой игре. StarCraft привлекал огромным количеством турниров, крупными призовыми, интересом со стороны спонсоров и даже новым удобным ладдером. На фоне варкрафта, который Blizzard уже практически перестали поддерживать, новая RTS выглядела просто невероятно соблазнительно. Но Муну, в отличие от многих других варкрафтеров, было что терять. Все-таки в WC3 он был живой легендой, а в StarCraft 2 он был никем. Да и World Cyber Games по-прежнему оставались невыигранными. В итоге Мун принял простое в своей сути решение. Он стал тренироваться и в WarCraft, и в StarCraft, где сначала попробовал играть за тиранов, но затем все-таки остановился на зергах, за которых играл еще в Brood War. Результаты Муна в звездном ремесле не назвать выдающимися, но и заявлять, что они плохие тоже нельзя. Они неоднозначные, так скажем. Начнем с того, что Мун несколько раз пытался пройти отборочные на главную корейскую лигу GSL, но максимум, чего он смог здесь добиться, это выход в код А, что можно считать чем-то вроде второго дивизиона. Результаты на международных турнирах были получше. В 2011 году Мун взял второе место на чемпионате мира Intel Extreme Masters в Ганновере и завоевал еще одно второе место на DreamHack Summer в Йенчипинге. Причем оба финала Мун проиграл со счетом 2-3. И, кстати, в том же году Мун сумел отобраться на WarCraft'ерский ВЦГ, но там даже не вышел из группы, проиграв в ней Fly'у и Cash'у. В 2012 году игрок решил полностью сосредоточиться на StarCraft 2, но единственным более-менее заметным результатом для него стало четвертое место на Asus ROG в Хельсинке. Также Муна напрямую пригласили на очередные WarCraft'ерские ВЦГ, и он, хоть и практически оставил уже WarCraft 3, от такого предложения отказаться не смог. Луналики без поражений прошел группу, обыграв в ней Sky'а и Ремайнда, но в полуфинале турнира проиграл будущему чемпиону Теду. И даже бронзу взять не получилось, ее забрал Sky. Несмотря на то, что Мун время от времени показывал неплохие результаты в StarCraft 2, он в этой игре и близко не добился таких успехов, как в WarCraft 3. Он ни разу не стал чемпионом, не привнес в геймплей каких-то инноваций, хоть и прославился любовью к закрытым бейлингам, и ничего не добился в Корее. Мун несколько раз брал серебро на крупных международных турнирах, но нужно понимать, что сделать подобное могли многие, весьма средние по глобальным меркам корейцы того времени. Колыбелью настоящих чемпионов и будущих легенд была корейская сцена, а там у Луналикова не получалось практически ничего. Имя Муна было на слуху, но связано это было с тем, что он как-никак был легендой WarCraft. А зрителям было очень интересно, как чемпионы в С3 будут чувствовать себя в СК-2. В WarCraftе Мун был пятой расой, но в StarCraft 2 он, увы, стал лишь еще одним игроком за зергов. Вернуться, чтобы уйти. Уйти, чтобы вернуться. В конце 2012 года Мун принял решение уйти из StarCraft 2 и вернуться в WarCraft 3. Турниров и игроков в военном ремесле, конечно, было значительно меньше, чем в былые времена. Но Мун, вероятно, выбирал сердцем, и наверняка старый добрый WarCraft нравился ему больше, чем новомодный StarCraft 2. В этой игре у него было, собственно, наследие. Да и к тому же здесь по-прежнему проводились World Cyber Games, которые нужно было бы уже выиграть. В 2013 году Мун во второй раз в жизни дошел до самого финала World Cyber Games. Он взял первую карту в финальном матче против ТХО без преувеличения гениального китайского игрока за Хуменов, который наравне со Sky и Info входит в топ-3 лучших игроков Альянс в истории. Мун, как и пять лет назад в Кельне, когда он играл в финале против Грабби и вел 1-0, был невероятно близок к исполнению своей мечты. Но ТХО сумел переломить ход серии, и чемпионство вновь ушло от Муна. Гештальт так и не закрылся. А дальше наступили самые темные годы в истории Warcraft 3. Крупных турниров практически не осталось, количество игроков сократилось до минимума, верность Warcraft сохраняли только самые преданные его поклонники. На фоне таких вот грустных событий, Мун ушел из игры. Решил, что пора бы уже отслужить в армии, а дальше видно будет. Поэтому в этот период мы практически не видим Муна. В 2014 году он выиграл турнир от Аль-ТВ, где за победу получил порядка 2000 долларов, после чего отправился отдавать долг своей корейской родине. Позже сам Мун в интервью говорил, что ближе к окончанию службы он размышлял о том, чем будет заниматься по возвращении на гражданку. Изначально он не планировал играть в Warcraft, но потом вдруг понял, что его в этой игре ждут, что болельщики хотят его возвращения. Поэтому, демобилизовавшись, Мун вновь начал тренироваться. И уже в декабре 2015 года на Луналикова можно было полюбоваться на ивенте под названием World Cyber Arena. Это был, пожалуй, самый престижный турнир того времени, на котором участвовали не только представители Азии, но и европейцы. Призовой фонд в размере 100 тысяч долларов так и вовсе был чем-то невероятным для Warcraft в 2014 году. Вот только Мун на турнире даже не вышел из группы, проиграв в ней корейцу Лалайту и британцу Ворчи Фричу. Можно было подумать, что Мун чемпион остался где-то в далеком прошлом и его уже не вернуть. Однако в последующие годы Чан Чжихо доказал, что на карте его киберспортивной карьеры припрятан еще не один, вовсю добывающий золото экспант. Луна восходит. Снова. В 2016 году Мун покинул Корею и перебрался на постоянное проживание в Китай. Всецело понятное решение. Именно в Китае проводились все крупнейшие турниры. И Муна на этих турнирах были рады видеть и организаторы, и болельщики. Также Чан Чжихо подписал контракт с китайской стриминговой платформой Doyu. И фактически он мог бы спокойно жить только за счет стримов. Но Мун не был бы самим собой, если бы не хотел выигрывать. Результаты Муна после возвращения в ProGaming не назвать особо стабильными. Хватало и побед, и поражений. В 2016 году он принял участие в двух сезонах Лиги Gold Championship Series, которая на тот момент была, да и по сей день остается, главным международным турниром в мире Warcraft 3. Там Мун один раз занял четвертое место, еще раз взял бронзу. Также Мун выиграл турнир PGL Summer, где за первое место давали 15 тысяч долларов. Совершенно баснословные для 2016 года в Warcraft и деньги. Этих результатов хватило для того, чтобы все поняли, Мун действительно вернулся. В 2017 году Мун вновь дважды участвовал в Gold Championship Series, но оба захода на турнир закончились неудачно. Игрок даже не выходил из группы. Но при этом он выиграл один сезон Africa Warcraft League, а также стал вторым на Neo Star League. В 2018 году Мун выиграл сразу несколько достаточно крупных турниров, в том числе зимний сезон Warcraft Gold League. Как мы уже говорили, VGL это самый престижный турнир в современном Warcraft. И Мун стал первым игроком не из Китая и первым игроком за эльфов, который сумел его покорить. Нельзя также не отметить, что уже в самом конце 2018 года Мун стал чемпионом турнира One Belt One Road. Все деньги, которые он получил за победу, а это более 4 тысяч долларов, Мун пожертвовал одной из бедных китайских школ. Буквально за несколько недель до этого его фан-клуб собрал порядка 5 тысяч долларов, чтобы открыть в этой школе библиотеку. Поклонники Муна купили не только более тысячи книг, но еще и мебель и прочее оборудование. Такой поступок лишний раз позволяет понять, насколько важную роль в поздней карьере Луналикова играет Поднебесная. Если бы не безумная популярность Warcraft в Китае, если бы не потрясающая местная сцена, то кто знает, смог бы Мун по сей день зарабатывать на жизнь игрой. Смог бы продлить свою историю еще на несколько лет, выиграть еще столько чемпионских титулов. Если 2016-2018 годы можно назвать эпохой медленного возрождения сцены Warcraft 3, то в 2019 году это возрождение становится уже бурным. В конце 2018 года Blizzard анонсировали Warcraft Reforge, после чего в Азии турнир начали появляться со скоростью грибов после дождя. На страничке Муна на Ликвипедии за 2019 год можно насчитать полтора десятка турниров уровня Тир-1 и Тир-2, и на многих из них он либо чемпионил, либо доходил до финала. Мы же отдельно поговорим лишь о двух из этих ивентов. Во-первых, это летний сезон Warcraft Gold League. Этот турнир особо запомнился СНГ-болельщикам, ведь впервые за очень долгое время на LAN-ивент приехал сильнейший иностранный, в смысле не азиатский, игрок в новейшей истории Варкрафта, россиянин Дмитрий Костин, он же Хеппер. Именно с ним Мун тогда играл в финале. Именно ему Мун и проиграл, не сумев взять второе в своей карьере золото в VGL. А еще 2019 год стал годом возрождения легендарного турнира World Cyber Games. Мировые кибер-игры вернулись, и как в старые добрые времена, одной из турнирных дисциплин этого ивента стал Warcraft 3. Мун получил очередной шанс сделать то, что так и не сделал за всю свою кибер-спортивную карьеру, выиграть уже наконец в ВЦГ. И... нет, не выиграл. Новый поход Муна за чемпионским золотом обернулся поражением от ТХО в полуфинале. В матче за третье место Эльф обыграл россиянина Хавка и получил 5000 долларов, но история про Муна и ВЦГ так и не закончилась для Луны Ликова хэппи-эндом. Перековка 2020 год был годом, на который возлагались большие надежды. Релиз Reforged должен был повысить интерес к игре, вернуть в нее старичков и даже привлечь новую кровь, равно как и вызвать дополнительное внимание со стороны спонсоров, что стало бы причиной появления еще большего числа кибер-спортивных турниров. Возможно, это были и не очень-то реалистичные ожидания, но многие в сообществе и игроки, и болельщики, и организаторы турниров надеялись на нечто подобное. Увы и ах, но Reforged оказался недоделкой, от которой проблем было больше, чем пользы. Однако количество турниров, во всяком случае в Азии, действительно выросло. И это по сравнению с 2019 годом, который для азиатского Варкрафта и так был достаточно урожайным. Да и в Европе появились кое-какие новые ивенты. А самое главное, турнирный оператор ESL анонсировал соревновательную систему ESL Pro Tour, в рамках которой предполагалось проведение регулярных LAN-турниров PowerCraft 3 в различных уголках земного шара. И первым таким турниром стал DreamHack Anaheim, который прошел в конце февраля 2020 года. Moon на этот турнир приехал, и Moon этот турнир выиграл. Правда, однозначным триумфом эту победу не назовешь. В четвертьфинале Moon играл против шведа Торзейна, и при счете 1-1 решающую карту переигрывали три раза, после того, как баг WarCraft 3Forge становился причиной дисконнекта. Причем Торзейн в тех играх, если и не должен был выигрывать, то как минимум владел там хорошим преимуществом. Но WarCraft-ерский бог, видимо, желал победы Moon. Ну и еще Blizzard, конечно же, дали игрокам элементарно неготовую игру. На данный момент DreamHack Anaheim так и остался первым и единственным LAN-ом в системе ESL Pro Tour. Вскоре после турнира этого началась эпидемия коронавируса, и весь киберспорт переехал в онлайн. Но это тема для отдельной истории. Что касается Moon, то для него 2020 год получился в какой-то степени парадоксальным. Луналики находился в отличной форме в первой половине года. Складывалось впечатление, что игрок набрал такой ход, что он сможет выиграть не только охапку ТИР-2 турниров, но и самые престижные ивенты в виде WarCraft Gold League и, наконец-то, World Cyber Games. Оказалось, что казалось. На летнем VGL Moon проиграл в полуфинале ТХО и в итоге занял только второе место. На зимнем VGL Moon и Infi встретились уже в финале, но Хуман вновь оказался сильнее. А вот на World Cyber Games все тот же Infi не стал для Moon серьезной преградой. Луналики разбил его в четвертьфинале со счетом 3-0. После этого Moon в полуфинале уничтожил одного из сильнейших игроков новой волны, 120-го, и на полном ходу ворвался в финал. Чтобы там со счетом 1-3 проиграть Флайл. В WarCraft 3 уже почти 20 лет. Эта игра пережила выход StarCraft 2, пережила мрачную эпоху 2013-2014, пережила выход Reforge, а Moon, как и много лет назад, по-прежнему не может выиграть в ВЦГ. Наше время. После провального финала в ВЦГ 2020, Moon сказал, что еще раз попробует выиграть этот турнир. Игрок и по сей день продолжает тренироваться, продолжает побеждать на турнирах. Как и много лет назад, достойных соперников для него хватает. Если раньше главным конкурентом среди ночных эльфов у Муна был Remind, то теперь его место занял китаец Colorful, которому Луналики проиграл в финале летнего ВГЛ-2021. На иностранной сцене царствует уже не Грабби, а Хэппи. Дело азиатских андедов достойно продолжает 120-й. По-прежнему могут преподнести сюрприз давние друзья соперники, Лин, Флай и Фокус. Китайские Хуманы, Инфи и ТХО уже не так часто светятся на турнирах, но корейцы Сок и Чай Мико тоже доставляют немало головной боли. Летом 2022 года Варкрафту исполнится 20 лет. Профессиональная карьера Муна лишь чуть-чуть, лишь на какой-то год короче. Луналики был в этой игре практически с самого начала. Стал живой легендой уже через пару лет после своего профессионального дебюта. Мун не смог полностью бросить Варкрафт даже тогда, когда принял решение всего себя посвятить Старкрафту 2. Не смог не вернуться после армейской службы. Многие из тех, с кем Мун сражался в эпоху расцвета Варкрафта, уже давно оставили киберспорт. А Мун все еще здесь. По-прежнему радует своих поклонников отличной игрой, по-прежнему разочаровывает внезапными спадами формы, по-прежнему берет титулы. По-прежнему, как и много лет назад, считается одним из сильнейших игроков мира. Легенды никогда не умирают, это правда. Но Мун это та легенда, чья история в Варкрафт 3 еще даже не закончилась. Эта история продолжает вершиться на наших с вами глазах. И это прекрасно и удивительно.